Итак, на этом отрезке нашей с вами лекции мы говорим об распределении Максвелла молекул по скоростям. Понятное дело, что мы в каждом катаринском случае им не делаем с большим, огромным количеством молекул. И каждый раз молекулы, соударяясь друг с другом, изменяют свою скорость по модулю и направлению. Но из-за хаотического движения молекул все направления движения являются равновероятными. То есть в любом направлении в среднем движется одинаковое количество молекул. По молекулярно-кинетической теории, как бы ни изменялась скорость молекул при столкновениях, среднеквадратичная скорость молекул в газе остается постоянной. Это объясняется тем, что в газе, находящемся в состоянии равновесия, устанавливается некоторое стационарное, не меняющееся со временем, распределение молекул по скоростям, которые подчиняются вполне статистическому закону. Этот закон теоретически был выведен Максвеллом. При выводе этого закона Максвелл предполагал, что, теперь обратите внимание на слайд, число молекул в газе со временем не меняется, силовые поля отсутствуют, температура газа остается постоянной, молекулы двигаются беспорядочно. И что же из себя будет представлять эта функция распределения Максвелла? Функция распределения молекул по скоростям, вот эта вот функция f от vdv, определяет относительное число молекул dnv по dn, которая находится в диапазоне скоростей от v до v плюс dv. Функция распределения молекул по скоростям определяет относительное число молекул, находящейся в диапазоне скоростей от v до v плюс dv. Итак, что же из себя представляет эта функция распределения по скоростям? Ну, формула здесь достаточно сложная, мы на нее не будем обращать внимание в рамках изучения данного курса физики. Обратим внимание на графики, которые описывают эту самую функцию. Итак, вы здесь видите, что здесь у нас имеется два графика, один синий, другой красный, который может быть описан для различных температур, который описывает вот эту вот функцию распределения по скоростям. Что мы здесь видим? В принципе, вот есть у нас в диапазоне скорости от v до v плюс dv. Как вы понимаете, что в данной кривой, если мы выделим вот этот вот отрезочек, то вот эта заштрихованная площадь вот этой заштрихованной фигуры будет определять как раз-то относительное число молекул dn по n. Это во-первых. Во-вторых, что мы здесь еще можем сказать? Что вот здесь вот у нас имеется пик. Здесь мы можем сказать, что здесь максимальное число молекул, максимальное относительное число молекул, находящегося в данном диапазоне скоростей. Эта скорость называется наиболее вероятная скорость. Что еще? В данном случае кривая всегда начинается из начала координат, имеет свой максимум и асимптотически стремится к нулю. Но если мы будем говорить о том, что в данном объеме вообще молекулы есть и данное событие является достоверным, то мы можем написать так называемое условие нормировки функции распределения Максвелла. Вот здесь оно f от v до v равно единице от нуля до бесконечности. То есть на всем протяжении скоростей у нас имеется 100% молекул, вот это выражение будет называться условием нормировки функции распределения Максвелла. Если, а так как интеграл от нуля до бесконечности равен единице, а площадь фигуры определяется, собственно, интеграл определяется площадью фигуры, ограниченной данной кривой, то при повышении температуры, посмотрите, для температуры Т2 увеличивается, увеличивается наиболее вероятная скорость, но, собственно говоря, кривая становится быть ниже, то есть площадь ее фигуры все равно должна быть равна единице. Скорость увеличивается, но количество, относительное количество молекул, в общем-то, уменьшается. Вот. Это то, что касается рассмотрения данных кривых. Далее мы рассмотрим, как определяется среднеквадратичная скорость теплового движения молекул. Она определяется вот по той формуле, которую вы видите на слайде, единица на f, дальше мы суммируем все скорости. В результате мы приходим к интегрированию единица, деленная на n, дальше у нас идет интеграл от v в квадрате до n от нуля до максимального количества молекул. В результате мы получаем соотношение, которое мы брали несколько ранее, что среднеквадратичная скорость определяется как корень квадратный из 3КТ, деленная на m, или 3РТ, деленная на μ. Среднеквадратичная скорость. Еще статистическая физика оперирует такой величиной, которая называется наиболее вероятная скорость теплового движения. Если вы посмотрите на те графики, которые мы смотрим, то есть как раз-то наиболее вероятная скорость соответствует максимуму данной функции. Как мы определяем максимуму данной функции? Берем производную, приравниваем ее к нулю и получаем значение. В этом случае наиболее вероятное значение скорости будет определено из соотношения 2КТ, деленная на m, или 2РТ, деленная на μ. Имеется также в статистической физике среднеарифметическая скорость 8КТ, деленная на πt, или 8РТ, деленная на πμ. Итак, мы с вами можем сказать, что в статистической физике имеется три различных скорости. Наиболее вероятная 2КТ, деленная на m, или 2РТ, деленная на μ. Средне квадратичная 3КТ, деленная на m, или 3РТ, деленная на μ. И среднеарифметическая 8КТ, деленная на πm, или 8РТ, деленная на πμ. Естественно, минимальная будет скорость, это наиболее вероятная скорость. Наиболее вероятная скорость. Ну а какая скорость будет являться максимальной вот из этих трех, я предлагаю вам с этим разобраться самостоятельно. Исходя из этого, мы можем вывести еще одно распределение. Распределение Больсмана и так называемую барометрическую формулу. При выводе основного уравнения МКТ и Максвелловского распределения молекул по скоростям предполагалось, что на молекулы газа внешние силы не действуют. Поэтому молекулы равномерно распределены по объему. Однако, молекулы любого газа находятся в потенциальном поле тяготения Земли. Тяготение с одной стороны и тепловое движение молекул с другой приводят к некоторому стационарному состоянию газа, при котором давление с высотой убывает. Опять же, в рамках данной теории вывод этого уравнения не предусмотрен. Поэтому мы с вами просто-напросто посмотрим первое уравнение. П равно П0 е в степени мю ЖН, деленное на РТ, равно П0 е в степени МЖН, деленное на КТ. Ну и понятное дело, что МЖН – это потенциальная энергия молекул в поле тяготения. Данное выражение носит название «барометрической формулы». И эта формула позволяет найти атмосферное давление в зависимости от высоты или, наоборот, измерив давление, найти высоту. Так как высоты обозначаются относительно уровня моря, то давление считается нормальным. Вот здесь П0. Как правило, П0 – это давление на уровне моря. Параметрическую формулу можно преобразовать, если воспользоваться выражением основного уравнения НКТ, П равно НКТ. Отсюда вытекает, получается, еще одно уравнение. Н равно Н0 е в степени минус мю ЖН, деленное на РТ, Н равно Н0 е в степени МЖН, деленное на КТ, и Н равно Н0 е в степени минус Е, потенциально деленное на КТ. То есть, в общем-то, практически идентичное уравнение. И в данном случае это уравнение называется распределением Больсмана для внешнего потенциального поля. Из него следует, что при постоянной температуре плотность газа больше там, где меньше потенциальная энергия молекул. Если частицы имеют одинаковую массу и находятся в состоянии хаотического теплового движения, то распределение Больсмана справедливо в любом внешнем потенциальном поле и не только в поле сил тяжести. И последнее, что мы с вами будем рассматривать, это эффективное сечение взаимодействия молекул. Что такое эффективное сечение взаимодействия молекул? Конечно же, мы должны сказать, что молекулы газа, находясь в состоянии хаотического движения, непрерывно сталкиваются друг с другом. Между двумя последовательными соударениями молекулы проходят некоторый путь L, который будет называться длиной свободного пробега. В общем случае, длина пути между последовательными столкновениями различна. Но так как мы имеем дело с огромным числом молекул, и они находятся в беспорядочном движении, то можно говорить о средней длине свободного пробега молекул. Минимальное расстояние, на которое приближаются при столкновении молекул, вернее, центры двух молекул, называется эффективным сечением диаметра молекул. Он зависит от скорости сталкивающихся молекул, то есть от температуры газа. Так как молекула в среднем проходит путь равный средней арифметической скорости, то средняя длина свободного пробега будет определяться как скорость, деленная на количество соударений. Давайте посмотрим на этот рисунок. Итак, в процессе столкновения молекул эти молекулы не могут приблизиться друг к другу меньше, чем на расстоянии двух радиусов. Вот это расстояние будет и называться эффективным диаметром молекул. Естественно, если у нас имеется эффективный диаметр молекул, то мы понимаем, что из всего объема газа каждая молекула выводит площадь, равная двум своим радиусам. Сигма равно πd в квадрате. Что в свою очередь приводит к тому, что каждая молекула выводит из общего объема молекул объем, равный 8 собственному объему молекул. Потому что d у нас равно двум радиусам. 2 в кубе будет 8. И вот у нас получается, что эффективное сечение взаимодействия молекул определяется, собственно говоря, размером молекул и, как было уже сказано раньше, температурой, то есть скоростью этого движения. И еще раз повторю, что такое длина свободного пробега молекул. Длина свободного пробега молекул определяется, как средняя длина, которая проходит молекула, между двумя последовательными столкновениями. Конечно же, эта величина будет средняя, усредненная. И определяется она как средняя арифметическая скорость, деленная на количество z вот этих самых столкновений. В результате длина свободного пробега молекул будет определяться по формуле, которую вы здесь видите. Единица, деленная на корень из двух, πd в квадрате, умноженная на n. d здесь эффективный диаметр молекулы. Эта величина по большей части табличная в рамках изучения нашего курса. И n это концентрация молекул. На этом наша с вами лекция сегодня закончена. Встретимся на изучении термодинамики.